Добрый день, микрофон Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии Александра Иванова. Это генеральный директор авиатского машиностроительного предприятия «АвиТек» и кировского машиностроительного предприятия. Александр Владимирович, добрый день. Добрый день. Мы с вами встречаемся и общаемся накануне очень важной и ответственной даты. Это 90-летие со дня основания «АвиТека». Ну и кроме того, в начале этого года исполнилось ровно пять лет с момента вашего назначения генеральным директором авиатского машиностроительного предприятия «АвиТек». А пришли вы работать еще в 2015 году. Скажите, пожалуйста, когда пришли работать на предприятии, каковы были ваши первые ощущения и впечатления от того, что вы увидели, чем пришлось руководить? В 2015 году «АвиТек» уже прошел стадию восстановления производства. Тот период, когда завод был разрушен, практически стоял. Это конец 90-х, начало 2000-х годов. И на «АвиТеке» с 2013 года прошла частичная модернизация производства. Была реализована федеральная целевая программа. И с 2013 как раз по 2015 год эта целевая программа проводилась, и она заканчивалась в 2015 году. И поэтому «АвиТек» это уже представляло из себя предприятие, достаточно мощное, с современным оборудованием, полученным по этой целевой программе. Серьезные вложения были сделаны? Были серьезные вложения. Было получено 104 единицы нового оборудования. Они были смонтированы и уже находились в стадии запуска. Когда вы возглавили «АвиТек», стали генеральным директором, какие задачи поставил перед вами концерн «Алмаз-Антей», частью которого, собственно, и являются предприятия? Во-первых, нужно было сразу же запустить новое оборудование в производство, чтобы повысить эффективность всего производства завода. С завода «АвиТек» в предыдущие годы начал освоение и к 2016 году как раз подошел к серийному выпуску нового изделия специальной техники. И мы в 2016 году как раз и выпустили первую серийную партию нового образца вооружения для Министерства обороны. Ну, собственно, для этого и техническое переоружение было запланировано и проведено на «АвиТеке». Еще хотел бы отметить, что в 2016 году был открыт новый завод, который строил концерн «Алмаз-Антей». С 2012 года по 2016 шло строительство. Это современнейшее производство, но завод был построен с таким расчетом, что «АвиТек» будет являться начальной стадией производства и конечной стадией производства. Потому что «АвиТек» – это завод полного цикла, который имеет свое заготовительное производство. Это литейное, кузнечное, штамповочное производство, термический цех, цех гальваники. И это как раз основа машиностроения, потому что на КМП очень современная металлообработка, очень современные процессы, другие процессы по металлообработке. И на КМП также созданы современные сборочные цеха. Вот, собственно, Кировское машиностроительное предприятие – это то как раз предприятие, которое было создано. Уточним, да. И, соответственно, оно создавалось в очень тесной кооперации, вернее, расчет был в очень тесной кооперации с «АвиТеком» для производства конечной продукции. Завершающая стадия – это тоже любая продукция, выпускаемая на «АвиТек» или на КМП, заканчивается в цехе «АвиТека», после чего отгружается Министерство обороны уже готовое изделие. Вот, таким образом, мы должны были интегрировать производственные процессы двух юридических лиц на первом этапе. И сразу же стал вопрос об освоении новых видов изделий, которые получил, опять же, дополнительно получил «АвиТек» и получил завод КМП. И этим как раз занимались в 2016 году. Довольно активный такой был период. Одновременно нужно было и преобразование проводить, и тут же нужно было соответствовать и выполнять те госзаказы, которые поступали и поступали. Конечно. Экспортные контракты, которые получил сразу КМП как современный завод. И хотел бы сказать, что как раз к 2017 году в результате такой плотной работы двух заводов стало понятно, что нужно ускорить объединение этих двух предприятий для того, чтобы преодолеть внутренние проблемы между двумя юридическими лицами. Так как технологические процессы были завязаны таким образом, что изделия пересекали и детали, и блоки, и узлы пересекали границу двух заводов по несколько раз и в день, и по несколько раз по циклу производства. И получалось, что это пересечение идёт на договорной основе, как между двумя юрлицами. А это, соответственно, всевозможные сопровождающие документы, вот это всё оформление. Начиная с договора, продолжая оплатами. Потом документы, конечно, накладные, различные ведомости, пропуска материальные и так далее для того, чтобы перевозить. Потому что всё должно было учитываться как в бухгалтере одного предприятия, так в бухгалтере другого предприятия. Это практически внутрицеховые перевозки, а на самом деле получалась перевозка между двумя юрлицами. Ну вот, чтобы этого не было, и было принято решение объединить два предприятия в одно юридическое лицо. Это уже решение было в 2017 году. Самое главное было направлено на освоение новых видов специальной техники. И в 2018 году КМП уже приступил полностью к производству продукции специальной техники, которую в 2019 году успешно отгрузил на экспорт полностью в завершённом виде. Это очень короткий срок в современной истории для завода такого масштаба и для продукции такого масштаба и такой сложности. Чтобы можно было за полтора года практически от начала производства до завершения производства готовой серии за полтора года сделать эту серию. Но, конечно, с 2016 года по 2018 шла подготовка производства. На основании этого нам и удалось практически в короткие сроки выполнить поставленную задачу. Кировское машиностроительное предприятие, я напомню, и поясню, тоже ваше родное детище. С 2018 года вы и генеральным директором КМП тоже одновременно стали. Да, с января 2018 года я был по совместительству назначен генеральным директором завода Кировского машиностроительного предприятия. И мы организовали производство таким образом, что руководство двух заводов практически это единое руководство на ВИТЭКе и на КМП. Начиная от моих заместителей, главных специалистов дальше, и руководителей различных управлений и подразделений заводов, которые практически выполняют функции и на одном заводе, и на другом заводе. Я могу сказать, что на сегодняшний день мы вышли на финишную прямую, и к концу года этот процесс полностью завершится, и будет один мощный современный завод, который получит новейшие технологии КМП, получит новейшее оборудование КМП на 100% новейшее, получит славную историю ВИТЭКа, традиция ВИТЭКа, школу ВИТЭКа получит трудовой коллектив, который способен решать очень квалифицированный, высококвалифицированный коллектив, способный решать любые задачи. Ну и коллектив КМП сейчас после тех нескольких лет освоения и выпуска продукции уже стал достаточно квалифицированным, высококвалифицированным, чтобы решать такие задачи. А если учесть, что ВИТЭК еще является заводом полного цикла, то предприятие, новое предприятие будет также заводом полного цикла, который будет способен выполнить любые стоящие задачи по выпуску продукции, как имеющейся, так и перспективной, которую мы тоже осваиваем уже и будем выпускать в недалеком будущем. Я помню, при нашей предыдущей встрече в этой студии вы говорили, что речь там идет о присоединении, то есть КМП станет частью ВИТЭКа, да, ВИТЭК возьмет в себя, вольет в себя КМП, верно? Да, это верно, но это, можно сказать, юридическая процедура. КМП присоединится к ВИТЭКу, юридическое лицо останется ВИТЭКом. Это было решено и руководством концерна, и коллективом заводов, потому что славная история ВИТЭКа, которая началась в 1931 году и продолжалась все эти годы, те ордена, которые есть у ВИТЭКа, и традиции, и школа, и достижения, они должны сохраниться. А КМП, как новый завод, который только возник, свою задачу практически выполнил, он является таким локомотивом модернизации ВИТЭКа, образцом цифровизации, потому что все процессы построены уже на новой системе автоматизированного управления, и мы эту систему распространяем сейчас на ВИТЭК. Конечно, это будет очень мощное такое предприятие, которое способно выполнить любые задачи. Скажите, тот коллектив, несколько тысяч человек, они останутся на своих рабочих местах? Конечно. ВИТЭК и КМП мы все мероприятия проводим вместе, это последние два года. Мы вообще считаем, что коллектив ВИТЭК и КМП – это единый коллектив, и поэтому у нас давно уже нет такого разъединения. Это было первый месяц, и когда вот два завода начали работать вместе, еще какое-то было отчуждение, что это два предприятия. Все уже привыкли к идее объединения, все понимают, зачем это объединение нужно. Ну и также все понимают, что есть история, которую нельзя забывать, и поэтому это правильный такой со всех точек зрения выбор в процедуры, когда присоединяется новый завод, присоединяется к старому, заслуженному историческому заводу. Ну и хотел бы еще сказать, что завод был образован в 1931 году, как я говорил, в городе Москве. Это был первый завод по выпуску авиационного вооружения. И в 1941 году, в октябре, завод во время боев под Москвой был эвакуирован в Киров, где до настоящего времени и находится. За это время он только несколько раз поменял название. В 1966 году этот завод был переименован в завод имени 20-го портсъезда. Затем, когда в Гирсово было построено еще один, можно сказать, подразделение, отдельный завод пиротехнических средств, завод приобрел имя Кировское межсотердительное объединение имени 20-го портсъезда. И в 1990 году завод был переименован в Вятское межсотердительное предприятие «Авитек». Ну, вот сокращенно, это сокращенная, это аббревиатура. Авиационная технология и конструирование. Да, авиационная технология и конструирование «Авитек». Ну, в общем-то, с этой историей мы и подошли сейчас к нынешнему времени, когда завод «Авитек» приобретет второе дыхание и совершенно новые возможности, которые позволят ему идти вместе с КМП, с коллективом единым, идти вперед к новым свершениям и задачам. Хорошо, Александр Владимирович, давайте пойдем дальше по хронологии. Совсем недавно страна наша отмечала 75-летие Великой Победы в 2020 году. Что было связано с этой дадой на «Авитеке» и на Кировском машиностроительном предприятии? Еще 20 лет назад на «Авитеке» был создан мемориальный комплекс в честь наших заводчан, которые погибли на фронтах, ушли с завода. Я хотел бы сказать, что на этом мемориале такими большими цифрами обозначена цифра 711 человек. К 75-летию Победы мы решили монумент, который был заводчанам, расширить и сделать такой мемориал, в котором пойменно будут перечислены все наши работники, которые ушли на фронт и не вернулись. И когда эту работу начали проводить, выяснилось, что не 711 человек погибло, а 887 человек. Они были пойменно все установлены. Это 8 плит, на которых выбиты все имена наших заводчан. Эти плиты образуют собой восьмигранник, в центре которого находятся рабочие руки и стилизованный земной шар. Это те руки, которые спасли земной шар от коричневой чумы. Памятник открыли к 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы. Мы еще планировали к этой дате открыть музей, но нам помешала пандемия. Подвели немножко поставщики материалов строители, и мы музей смогли завершить к 24 июня 2020 года, когда в Москве проходил парад в честь Парада Победы на Красной площади в 1945 году. И в этот день мы открыли наш музей, в котором рассказана вся история завода «Авитек» с 1931 года по 2020 год. Наш музей уже посетило несколько тысяч человек. Он у нас открыт для свободного посещения бесплатно, для организованных групп. У нас музей посещают школьники, студенты техникумов, вузов, работники различных предприятий, воинских частей. Почетные гости к вам приедут. Да, почетные гости, все делегации, которые прибывают на завод, наши партнеры, которые приезжают. И все отмечают, что это очень такой красивый, очень современный музей. И я с уверенностью могу сказать, что это один из лучших музеев в городе Кирове, и один из лучших музеев на промышленных предприятиях, которые есть у нас в стране. Я был на промышленных предприятиях в Екатеринбурге, в Арзамасе, в Нижнем Новгороде. А скромнее выглядит экспозиция, чем у вас. У них тоже есть современные заводы, но они сделаны несколько раньше. Они тоже современные, но они выглядят не то, что скромнее. У нас просто более современный завод, который мы старались сделать интересным для современной молодежи и для будущей даже молодежи, которая подрастает. Для того, чтобы показать и достижение завода, для того, чтобы заинтересовать и проводить целенаправленную политику профориентации. Можно на сайт зайти и записаться. У нас группа 20-25 человек, соблюдение всех мер. У нас даже маски мы выдаём, обработку, рук проводим. И, конечно, музей позволяет рассредоточенно проводить экскурсии, посмотреть экспонаты. У нас это единственное место, где можно экспонаты даже руками потрогать. Дети любят фотографироваться. Это очень важно. Это как раз те изделия, которые я у нас в интервью называю спецтехникой. Ну, а вслед за 75-летием Победы наступила в этом году ещё одна круглая дата. 90-летие ВИТЭКа. Очень важная, очень ответственная. Можно сказать, что мы к дате 90 лет начали готовиться сразу, как отметили, в 85-летие. Пять лет назад. Да, пять лет назад, соответственно, поставили задачу перед собой сделать завод 90-летию таким современным. Не только по отдельному оборудованию, которое было установлено, но и постараться провести реконструкцию, которая его приблизит к новому заводу, который построен рядом, как образец современного завода. И я думаю, что нам частично удалось это сделать, потому что объём работ очень большой. Мы начали с того, что разделили задачу на две. Первая задача – это социальная задача. То, что не делалось 30 лет и больше на заводе, так как денег всегда не хватало на социальные вопросы, а обычно хватает их и то не полностью на переужение производства, решение технических проблем. Но мы здесь решили, что мы к 90-летию завода все санитарно-бытовые помещения, как санузлы, душевые, раздевалки, во всех цехах, во всех подразделениях, а их очень много на заводе, потому что коллектив составляет 4800 человек, а вместе с КМП уже 6000 человек. Этих помещений очень много. Мы решили начать и к 90-летию эту задачу решить. К сожалению, могу честно признаться, к 90-летию мы не успеваем решить, потому что проблема еще глубже, чем нам казалось. И задевая одно ремонтирую, одно приходится расширять зону ремонта. Как это часто бывает, тянешь за одну ниточку, тут появляются еще и еще. Но в принципе к Новому году мы эту задачу решим. У нас уже больше 70% вопросов решено, тем более, что мы все делаем по самым современным нормам, по самым современным меркам, с заменой мебели, оборудования, не только ремонт помещений, но и всего-всего-всего. Для начала мы, естественно, делаем проект уже по современным нормам и расширяем, увеличиваем помещения, оборудуем их по современным требованиям охраны труда. И поэтому у нас получается достаточно большой объем работы. И, конечно, современные помещения уже, это как небо и земля, отличаются от того, что было. И вторая задача, которую мы решили сделать за 5 лет и добились значительных успехов, эта задача направлена на снижение энергозатрат, повышение энергобережливого производства, энергоэффективности. Да, потому что у нас очень большие суммы уходили на оплату электроэнергии, горячей воды, пара, газа, мазута, когда там в резервных химкостях. И я могу сказать, что мы достигли такого эффекта, что при росте производства более 2 раз за 5 лет и при росте цен до 1,5 раз на 50% на энергоресурсы, каждый год повышается на 5, 7, 10%. По расчетам мы должны были бы платить сейчас в 2 раза больше, чем платили бы в 2015 году. А платим мы на 100 миллионов меньше, чем платили в 2015 году. Ну, я не буду называть, сколько мы вообще платим, но на 100 миллионов платим меньше. И вот за счет того, что мы вкладываем значительные средства, у нас они очень быстро окупаются. И у нас получается, что мы можем опять вкладывать средства в дальнейший ремонт наших цехов, зданий, коммуникаций. В общем, этот процесс, он, как говорится, продолжается. Да, процесс мы начали с перекрытия крыш, которые постоянно протекали. Через них мы отапливали атмосферу и дожди заливали и оборудование, и готовую продукцию, и энергосети. Было много проблем. Сейчас мы перекрыли уже несколько десятков тысяч квадратных метров крыш, и после этого мы меняли окна. Практически 95% окон уже заменили, и утепляем фасады, покрываем современным материалами. Таким образом, мы решаем проблему минимум на 30 лет. У нас задача стоит не на 10 лет вперед, у нас задача стоит буквально на 2-3-4 года вперед, ну, может быть, на 5 лет, там, до 95 лет, завершить этот процесс. Потому что мы хотим при нашей жизни еще увидеть результаты. Если мы закончим через 20 лет, нам опять придется начинать все сначала. И перейти к третьему этапу, который мы тоже начали, это внутренняя реконструкция цехов. У нас уже есть несколько цехов, которых мы полностью реконструировали, несколько, которым мы приступаем к реконструкции. У нас есть проект, к которому мы приступили, это строительство нового цеха вместо старого, потому что его реконструировать уже бессмысленно. Абсолютно нового. Мы абсолютно будем строить новый, мы будем строить абсолютно новый цех гальваники. Мы построили новые очистные сооружения 2 года назад, которые позволили полностью снизить вредные выбросы в стоки. И сейчас мы хотим еще и построить новый цех гальваники. Потому что старое оборудование уже морально, физически устарело, его нет смысла ремонтировать, нет смысла ремонтировать. И те помещения под гальванику, мы их будем использовать, капитально отремонтируем, но будем расширять другие подразделения. У нас необходимость построить ещё несколько отдельных цехов есть, и таким образом у нас намечены рост и производство, создание значительного количества рабочих мест. В ближайшей перспективе, к концу 2022-2023 году нам понадобится несколько сот человек, потому что мы закончим строительство ещё одного корпуса производственного. Ну и, соответственно, если у нас будет нарастание заказов, то мы будем успешно развиваться. А в настоящее время мы чувствуем себя очень хорошо. У нас государственные экспортные контракты подписаны до 2025 года. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, сама-то вот эта знаковая дата 1 октября, какие-то мероприятия запланированы? Да, к нам приедет очень много гостей. Мы приглашаем руководителей многих предприятий-смежников, мы приглашаем руководителей Кирова, Кировской области, многих предприятий здесь, в которых работаем, и научные коллективы, с которыми мы сотрудничаем, и ветераны приедут. У нас запланированы очень большие мероприятия, начиная буквально с завтрашнего дня, в течение трёх дней у нас в ДК семья, это бывший ДК завода «Витек». ДК «Витек» называют его в городе все по привычке. ДК «Витек». У нас будет три концерта для наших ветеранов. Мы рассчитываем, что ветераны, которые уже привились, которые имеют иммунитет и которые, соблюдая все меры безопасности, могут посетить это мероприятие, для них будет и торжественная часть, и концерт, и чаепитие, и выделение денежных премий. Премирование будет традиционно в связи с круглой датой. Будут подарки, будут денежные подарки. Затем у нас будут такие большие мероприятия для молодёжи. У нас будет мероприятие для коллектива подразделений. Все коллективы подразделений планируют отметить, и завод частично финансирует все эти мероприятия, делает их организованными. Это не просто застолье, это будут организованные мероприятия, в которых будет участвование лучших работников, вручение наград, грамот, премий. И мы к нашему дню рождения подойдём с таким уже заделом. И 30-го числа у нас будет в ДК «Родина», так как это самый большой зал у нас. В этом зале у нас будет торжественное мероприятие, праздничный концерт, собственно, для всех наших гостей, которые приедут к нам. Пока собираются приехать несколько сот человек. Я напоминаю, что мы беседуем с Александром Ивановым, генеральным директором Вятского машиностроительного предприятия «АвиТек» и Кировского машиностроительного предприятия. Не секрет, что «АвиТек» – это огромное предприятие на протяжении всего советского времени. Играло ещё и большую социальную роль, и буквально вся жизнь заводчан была связана с родным предприятием. Это и помощь всевозможная подшефным школам, детсадам, многочисленным организациям. Сохранилась такая практика? Да, конечно, она сохранилась. И наша позиция в этом вопросе по-прежнему очень активная. Каждый год мы оказываем значительную помощь в ремонте детских садов, школ, больниц, техникум, университетам, российскому детскому фонду и другим общественным организациям, ветеранским организациям и другим общественным организациям. В меру, конечно, своих сил и возможностей мы не можем откликнуться на все просьбы, которые есть, но очень много дел мы добрых таких делаем. И совместно с нашими депутатами городской думы, избранными от нашего завода представителями, и от депутатами законодательного собрания, избранными тоже по нашему округу, бывшими работниками завода, мы участвуем в реализации разных программ, начиная от благоустройства дворов, дорог, тротуаров, спортивных площадок, скверов, памятников. Особенно мы уделяем внимание нашим ветеранам. И в связи с 75-летием победы, и не таких круглых дат, мы их никогда не забываем, всегда помогаем нашим ветеранам. Вы упомянули о народных избранниках, депутатах, в том числе законодательного собрания. Как известно, у нас скоро будет голосование, три дня в этом году оно займет. Вы пойдете на выборы, будете голосовать? Да, конечно. Обязательно я приму участие в выборах. В общем-то, это наша конституционная обязанность и наша возможность избрать тех депутатов, которым мы с вами можем делегировать свои полномочия. По управлению как государством, если в Государственную Думу, так особенно, хотел бы сказать, по выбору в законодательное собрание. Потому что это близко к нам, от этого зависит наше будущее. Буквально на пять лет вперед зависит объем работы, которую сделают, ну и наше сотрудничество с депутатским корпусом, как одного мощного завода, который у нас сейчас развито. Ну, конечно, я хотел бы сказать об одном негативном таком факторе. Это то, что к тем добрым делам, которые мы делали, спортивным площадкам, каким-то сооружениям, памятникам, пытаются прилипнуть недобросовестные кандидаты, которые выдают это за свои заслуги, что якобы они добились, заставили. И в том числе и завод «Авитек», потому что это строил «Авитек», и люди знают, что это «Авитек» строил. Как будто бы они заставили и добились того, что это было построено. Хотел бы сказать, что, во-первых, сложно заставить завод «Авитек» и меня лично что-то делать, что мы не хотим делать. Против воли. Да, против воли. Мы со своими депутатами, которых сами избирали, мы это решаем планово, исходя из тех проблем, которые существуют, абсолютно добровольно. Я уверен, что наши избиратели, жители филейки, так как наш коллектив практически, ну, большинство живет на филейке в нашем районе, это наши заводчане, наши работники, наши ветераны. Они разберутся и видят, кто есть кто, выберут людей, которые не словами примазываются, а делом доказывают, что они что-то делают для города, для района, для области. Ну, а депутаты Госдумы это делают для нас всех в целом по стране. Я уверен, что выборы пройдут нормально. Самое главное, что мы все должны на них прийти и проголосовать за достойных людей. Спасибо. На этом завершается время нашей беседы. Я поздравляю, безусловно, наш завод «Авитек» с 90-летием. Больших успехов вашим коллегам, вам, в труде. Всего новых и новых побед и достижения новых высот, успешного выполнения всевозможных заказов. Александр Иванов, генеральный директор авиадского машиностроительного предприятия «Авитек» и кировского машиностроительного предприятия. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч. Разрешите обратиться.